лукашенко пообещал белорусам достать и положить минфин наносит удар богачам головченко хочет разогнать холдинг эти другие темы в новом выпуске александр лукашенко на неделе почти не уделял внимание народному хозяйству все-таки на носу главное событие пятилетки вот и собрав чиновников от сахи он большую часть своего спича посвятил тактике у нас тут объявилось много политиков которые заявляют есть лукашенко политик ну и там еще кто-то заблуждаются ситуация сегодня в стране такая что просто рассказывать и говорить уже не то что губернаторы народ не примет людям надо достать и положить это александр григорьевич говорил о предстоящих выборах мол избиратель верит не словам о делам а еще больше наверное дубинки которую перед ним достает и кладет или ложит страж порядка впрочем вот говорят за что русские не берутся у них получается танк или автомат калашникова а у нас за что не возьмутся выйдут надои и привесы и перевыполнение плана во вторник лукашенко сказал что есть много политиков и после этого инициативные группы потенциальных кандидатов на его место посыпались как из рога изобилия набралось их под десяток и от либералов и от трудовиков и от офицеров и от женщин и от коммунистов и от предпринимателей в общем всех не перечислишь разве что от котиков кандидат не подался александр григорьевич даже сделал вид что был удивлен я думаю они просто хотят действующего президента обезопасить в общем вот такие политтехнологии чтобы мы не забывали что нам предстоит правительство подготовила сюрприз для богачей он касается транспортного налога слово министру финансов юрию сельверстову теперь мы видим о том что наверное три года для некоторых марок машин наверное это срок такой не не сильно большой и поэтому налоговом кодексе предлагается убрать эти ограничения с точки зрения трех лет что правительство имело право по таким люксовым автомобилем формировать этот перечень скажем вне зависимости от возраста это на неделе депутаты утвердили в первом чтении изменения в налоговый кодекс с этого года если ты владеешь автомобилем премиальных марок то платишь транспортный налог в десятикратном размере такая норма первоначально распространялась на машины с момента выпуска которых прошло до трех лет однако в правительстве посчитали что денег мало и надо снять ограничения по возрасту конечно списке правительства сплошь очень дорогие модели однако как известно машина с возрастом теряет и стоимость дешевеет и через 10-15 а то и 20 лет если доживет станет заметно дешевле не хочу сказать что кого-то просто разорить дедушки бентли однако тут важен сам принцип коготок увяз все птички пропасть сначала ты водишь вроде бы справедливую норму а потом начинаешь расширять ее рамки чтобы она становилась все справедливее и справедливее а в итоге приходишь как это любят говорить чиновники к равным условиям хозяйствования в общем продолжаем следить за тем как транспортный налог будет становиться все более справедливым то на что намекали неделю или две назад наконец стало явно первый вис и премьер николай снабков официально сказал что легендарное постановление номер 713 отменен цитирую теперь поставлена задача постановление номер 713 как институт отменить но вместо него дать другую систему правил принципа формирования справедливой цены конец цены этим самым постановлением в белоруссии в 2022 году была введена система регулирования цен которые регулируются все что угодно конечно свято место пусто не бывает поэтому король умер да здравствует король собираются придумать новую систему для этого снабков на неделе собрал представителей бизнеса чтобы послушать их предложение они судя по всему были очень осторожными мол регулирование спасает нас от инфляции может не надо все регулировать оставить столько социально значимые товары что выйдет в итоге я даже боюсь предсказать однако запас прочности у торговли похоже истекает работать с рентабельностью в один процент можно только на полном гособеспечении как белка об союз премьер-министр роман головченко на неделе поставил под сомнение необходимое существование холдинга белоресурсы если вы о нем только что узнали то ничего страшного суть не в этом а в аргументации предприятия которые производят товары потребительского назначения частности бархима борисовский довод пластмассовых изделий пока по каким-то причинам не освоили для себя интернет торговую работу на маркетплейсах но вместо них это успешно делают посредники не всегда нравились эти идеи экономического чучхе мол завод не может просто заниматься производством он еще и должен сам свои моющие средства продавать через интернет-магазины как будто бы роман александрович не слышал про разделение труда а зачем тогда торговля она же как раз и является тем самым посредником мне кажется это был бы прекрасный мир когда каждому приходилось бы объезжать 5-6 заводов чтобы собрать себе ужин ну там мясо там молочка еще заскочить в колхоз за картошкой 100 никаких посредников а что касается этого холдинга и бархима то им вообще нужно дальше идти не выпускать стиральный порошок а оказывать услуги стирки на дому